В эти минуты в Пакистане жители районов на границе с Индией спешно покидают свои дома. Люди бегут, опасаясь скорого начала полномасштабных боевых действий. Все магазины и даже государственные учреждения закрыты. На улицах уже практически никого не осталось. Причина паники сообщения, что уже скоро ВВС Индии нанесут новый удар по приграничным районам в качестве ответа за свои сбитые накануне истребители. Военные двух стран вчера обменялись огнём. Есть данные о пленных. К возможному авианалёту готовятся и по другую сторону границы. На крышах индийских больниц рисуют красные кресты, чтобы госпитали не попадали под удары бомбардировщиков. Напомню, что Индия и Пакистан две ядерные державы. О том, как развивается ситуация, в репортаже нашего собственного корреспондента в регионе Дмитрия Мельникова. Самое масштабное столкновение армий двух ядерных держав в нынешнем тысячелетии. Вслед за авианалётами индийских ВВС на лагеря боевиков в Пакистане Исламабад отвечает воздушной атакой по Индии. Били рядом с базой индийских военных, как заявляют, для демонстрации. Сегодня мы выбрали шесть целей и наши пилоты нанесли по ним удары. Индия в ответ направила в сторону Пакистана несколько истребителей МиГ-21. И во время перехвата, по словам официального Исламабада, два индийских самолёта были сбиты. В качестве доказательства отражения индийской агрессии пакистанские СМИ демонстрируют вот эти кадры. Однако пользователи соцсетей выяснили, это съёмка двухлетней давности. Дели же заявляет, что это индийские военные сбили самолёт пакистанских ВВС. В ответ Исламабад распространяет ещё одно видео, захваченного в плен индийского пилота. В Дели вынуждены признать, Абхинандан Вардхаман, командир экипажа МиГ-21, действительно не вернулся с задания. В этом воздушном столкновении один пакистанский самолёт был сбит МиГом индийских ВВС. Он упал на территории Пакистана. К сожалению, один наш МиГ-21 был потерян, а его пилот перестал выходить на связь. Последствия раздела Британской Индии. Пограничный штат Джамму и Кашмир. Причина трёх индо-пакистанских войн и непрекращающихся столкновений и терактов. Последние, 14 февраля, атака смертника в городе Пулвама на индийской территории. И, как следствие, обмен авиаударами между двумя странами. И если вчера после налёта на Пакистан ликовала вся Индия, то сегодня похожая картина у соседей. На улицах Исламабада славят своих военных и клянут индийские власти. Кабинеты министров Индии и Пакистана сегодня весь день совещаются о дальнейших действиях. Уступить нельзя ответить. В этом выступлении премьер-министр Пакистана фактически напрямую обращается к своему индийскому визави. Можем ли мы позволить себе неправильно оценить ситуацию, учитывая оружие, которым обладают обе наши страны? Не стоит ли нам подумать над тем, куда всё это приведёт в случае эскалации? Тогда это уже будет не под моим контролем и не под контролем Нарендра Моди. Все ждут, что ответит Нарендра Моди. Ещё утром Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство над приграничным штатом. Армии двух стран находятся в состоянии боевой готовности. Если это настоящая, а не информационная война между двумя ядерными державами, то сегодня мир понял, где находится самая взрывоопасная точка на планете. Индия и Пакистан слишком долго копили взаимные обиды и наращивали мощь вооружённых сил. Теперь всё зависит от воли руководства двух стран. Кто первый, Дели или Исламабад, пойдёт на попятную и не сделает следующего шага. Дмитрий Мельников, Иван Малышев, Вести из Индии. На резкое обострение ситуации в Кашмире одной из самых горячих сейчас точек в мире уже отреагировали в российском МИДе. Там сообщили, что призывают Нью-Дели и Исламабад к сдержанности и урегулированию проблем дипломатическими методами. Мы прекрасно понимаем, что обе руководства и Индии, и Пакистана – это люди ответственные. Они понимают, что любое углубление такого рода опасных тенденций чревато более серьёзными проблемами не только для двухсторонних отношений, но всего региона. А с учётом того факта, что обе страны являются де-факто ядерными государствами, эта проблема имеет глобальное измерение.